Скажите, у вас есть представление и понимание Древней Руси? Возможно, но давайте будем искренними, и в большей степени это представление все-таки складывается из наших с вами просмотров, мультфильмов про богатыреи, фильмов викинг, вот чего хотите, чего угодно. Древнюю Русь наделяют теми чертами сегодня, какие хотят видеть в нашем сегодняшнем дне. У нас есть День семьи, любви, верности, а вот понимание и представление, например, о чем повесть о Петре и Февруне? Нет, а ведь тогда тоже люди влюблялись, женились, строили отношения, и, конечно, это была часть культуры. Как это было, говорим сегодня в передаче данных с кандидатом филологических наук, культурологом. Александра Ибаркова, Александра Леонидовна, здравствуйте, добро пожаловать. Добрый день. Я сразу хочу предупредить всех, что, естественно, мы будем сравнивать и пройдем через несколько веков, так или иначе, поэтому вот временной привязки сейчас не обозначаем. Это чтобы было понятно нашим прекрасным слушателям. Я, наверное, начну с такого общего вопроса, что можно назвать древнерусской эротикой? И вообще, как это можно понять, существует ли она в принципе? Древнерусская эротика, безусловно, существовала, но здесь важно понять вот какую вещь. Древнерусская культура складывалась из двух взаимоисключающих тенденций. Культуры народной, культуры, которая максимально была естественная, и культуры христианской. Сразу, чтобы обозначить, собственно, вот систему христианских ценностей. Когда церковники пишут, что венцы венчальные – это вериги мученические. Ой, вы часто что-то сказали, мы ничего не поняли. Да, значит, что такое вериги мученические? Современный человек, особенно современная женщина, подумает, что речь идёт о том, что быть замужем тяжело. Для нас вериги – это вот какая-то такая вот тяжесть, от которой мы интуитивно хотим избавиться. На самом деле, что такое мученические вериги? Это тяжесть моральная, физическая, разная, которую на себя христианин добровольно возлагает, чтобы претерпеть страдания ради чего? Ради спасения своей души. А при чём тут эротика? Эротика тут логично абсолютно ни при чём. Она этому логично абсолютно противопоказана. Если человек в Древней Руси был благочестивым христианином, то количество дней, когда он был обязан быть в воздержании по отношению к мужу или жене, соответственно, это количество дней доходило минимум до 300. 365, то есть 50-65 нам можно было предаваться страсти. И то нельзя предаваться страсти христианину. А, это я перегнула палку. Извините, благочестивый христианин, благочестивая христианка вступает в соитие исключительно с целью продолжения рода и не испытывая удовольствия. Вот, Александра Леонидовна, вы буквально пошли именно туда, куда и я хотела направить наш разговор. Почему? Потому что в средние века в европейской культуре в большей степени церковь регулировала межгендерные отношения, отношения института брака. На Руси, получается, было то же самое? Значит, не существует понятия на Руси, особенно в том, что касается вопросов эротики. Есть домонгольская Русь, это одна культура, и есть культура московской Руси, это совершенно другое явление. Банальный пример, не имеющий отношения к эротике, культура домонгольской Руси, несмотря на принятие христианства, это двоеверие. Когда мы знаем, всегда привожу школьный пример из учебника истории для очень средней школы. Фраза «Ярослав мудрый построил храм Софии Киевской». Что в этой фразе должно вызывать шок? Да, что должно вызывать шок? Значит, из того, что Ярослав построил главный христианский храм Киевской Руси, следует, по меньшей мере, что он был христианином. Но если слегка задуматься, то имя Ярослав, это же имя языческое, и более того, оно связано с языческим богом Ярилой. Потому что, конечно, у Ярослава, как и у всех остальных русских князей домонгольских, было два имени – языческое, христианское, христианское. В крещении он был Юрием. То есть, понимаете, а в историю он входит под своим языческим именем. То есть, вот вам глубина культуры домонгольской Руси, глубина двоеверия, когда один из наиболее известных своей именно христианской деятельностью князей… Ну, Владимир тоже, кстати. У нас же в историю вошёл как Владимир под языческим именем, а не как Василий. Кто помнит, что он Василий? Нет, никто не помнит. И, в общем-то, я всё-таки хотела вернуть нас… Так вот, извините, я просто договорю. Так вот, культура двоеверия, культура домонгольской Руси, там ситуация с эротикой и с гендерным положением будет одна. Культура московской Руси – это культура, которая состоит из противоречий, потому что там, с одной стороны, христианское требование, которое я уже изложила. То есть, максимально асексуальная культура соития возможна только с целью зачатия и не более того. И, естественно, что эти требования были во многом сами по себе, а жизнь древних русских людей, московской Руси, была несколько иной. И когда иностранцы приезжали при Алексею Михайловичу в Россию и узнавали, что, собственно, у нас творится какие у нас требования священников, они говорили, ну, вы же должны быть постоянно под покаянием, потому что вы же постоянно нарушаете эти требования. На что умные наши предки говорили, а мы просто не говорим на исповеди. – Подождите, подождите, а как же читала я о неких русских опросниках для исповеди об эротических грехах? – Да. – Формулировочка, как вам, друзья? – Да. – То есть подсовывали, получается, на исповеди сначала заполнить анкетку такую? – Ну, это анкетку, естественно, не подсовывали, это просто священник спрашивал, не совершал ли того-другого. Ну, во-первых, в том, что касается отношений мужчины и женщины, то действительно любое проявление страсти и страстный поцелуй, он уже считался страстным грехом, уже за это полагались покаяния. Но то, что нас сейчас, наверное, наиболее шокирует в этих опросниках, это масштабы гомосексуализма. – Ой. – Я задала вам вопрос. – Нет-нет-нет, вы неправильно поняли мое восклицание. Я к тому, что я-то думала, что у нас вообще с этим было глухо. – Слушайте, слово мужеложество, оно русское или иностранное? – Мне кажется, иностранное. – Что в нём? Иностранное слово муж является одним из древнейших славянских корней слова «ложи», является одним из древнейших славянских корней слова «мужеложество» абсолютно насквозь русское. Вот, так сказать, русского цензурного термина для секса у нас не сохранилось. В Саите, так сказать, это более высокий стиль, ну и там всякие матерные корни. Вот, мужеложество процветало чудовищно. – Это в каком веке? Давайте начнем. – Как вам сказать, значит, в вопросниках, в исповедниках оно зафиксировано для Московской Руси, а судя по некоторым граффити на золотых воротах Киева, оно и в домонгольской Руси было. Вы понимаете, любой замкнутый мужской коллектив, как только, так сказать, там нету женщин, то отношения старшей и младшей, они, простите меня за прямоту, в большей или меньшей степени, запретно или легализованно, но будут принимать вот эту форму. – Я почему-то себе представляла, что мы вот в противовес Европе, Древнему Риму, вообще это никак не принимали. – Значит, берем житие протопопа Аввакума и читаем следующую историю. Там был боярин, он психически Аввакума притеснял и потребовал, чтобы тот благословил его сына Матвея Брито Брадыца. То есть Матвей брил бороду. Протопоп Аввакум категорически отказался. За это его скинули с корабля, на котором плыли, отталкивали, значит, вёслами от борта, не давая взобраться. Ну, Аввакум предпочитал погибнуть, но не благословить этого самого Матвея, который по каким-то причинам брил бороду. Вопрос. Это же по какой такой причине Матвей брил? – Знак какой-то с брил бороду, бесовременный человек. – Это совершенно чётко знак, что это пассивный гомосексуалист, это, естественно, страшный грех. И поэтому Аввакум предпочитал погибнуть, чем благословить его. – Можно к этому, кстати, добавить известный нам из школьной программы факт, что русские бояре при Петре предпочитали платить большие деньги за право носить бороду, но не сбрить её. Сразу становится понятно, что они не были идиотами. – Как мне правильно подвести, чтобы теперь не наступить, так сказать, на минное поле? – Ну, на минное поле мы всё равно наступим, потому что, да, всё это Древняя Русь, всё, что до 17 века Древняя Русь, но мы сейчас говорим о том, что в Древней Руси с нравственностью было всё не так идеально, как нам представляется. Мы поговорили о проблеме древнерусского гомосексуализма. Вас продолжать шокировать? – Нет, вы меня не шокируете. Я всё-таки человек 21 века и журналист. Я удивлена была, поверьте мне, и слушателям, тем, кто только что присоединился, просто Александра Леонидовна услышала моё ой. Я искренне была удивлена не фактом, а тем, что была уверена, у нас этого не существовало. – Ну, Иван Грозный и Фёдор Басманов – самая известная на Руси гомосексуальная пара. – Так он же женат был. – Да и что? – Провокация. – Женат, извините, семь раз, что само по себе является грехом, больше четырёх раз не венчали. – Хорошо. – И прочее в том же духе. – Чтобы не запутаться, можно какой-то свод запретов от церкви? – Значит, ещё раз, свод запретов очень простой. Саитие мужчины и женщины, естественно, что любое саитие не мужчины, женщины является грехом. Вот, саитие мужчины и женщины должно быть только после венчания. Сразу к этому добавлю, что русские крестьяне, когда, так сказать, у русских крестьян венчание стало обычным делом, сложный вопрос, но это очень сильно после монгольский период всевозможные поговорки, типа, что крестишься, тут свадьба, а не похороны. То есть русские крестьяне очень-очень нескоро начали венчаться. Вот, поэтому сам по себе факт, что брак должен быть после венчания – это первая оговорка. Дальше мы сказали, что… – Не 365 дней, когда хотите, а 50-60. – 50-60, и то без страсти, и то только ради продолжения рода. Всё остальное является основанием для большего или меньшего покаяния. К теме сексуальных, гетеросексуальных грехов я ещё вернусь. На практике мы имели мужской гомосексуализм достаточно хорошо распространённую. Собственно, я ещё раз говорю, что термин «мужеложество» – это нормальное русское слово. – Русское слово. – Вот, а теперь, извините, мы перейдём к более неприличным для нас темам. Это тема скотоложества. – Водички возьмите, потому что я сейчас произнесу слово, когда я его обнаружила в научной литературе, я спросила, что это. – Да, вы подкрепляйте документальными источниками. – Документальные источники, пожалуйста, это книга автора по фамилии Мороз, посвящённая сексуальной культуре Древней Руси. Собственно, он вот там и цитирует исповедник. Так вот, собственно, то, что шокировало меня – это птицеблудие. – Как-то некомфортненько. – Ну, как вам сказать? Ну, вот берётся утка, дальнейшее вырезано с узором. – Да, да. – Вот. – То есть это... – Это то, что входило в опросники для исповеди, не совершал ли то ещё пятая диссия. – Да, вы просто про мужеложество говорили, про закрытые мужские коллективы. Какая-то логика хотя бы наблюдается. А здесь, получается, совершенно логики нет. – Кстати, ну, жениться – дело сложное, хлопотное. – А, вон что, я поняла. Пока не женился. – Да. – А вот можно такой, может быть, слегка философский вопрос? А зачем это всё церкви нужно было? Ведь контролировать можно же и через разрешение, не через такие строгие лишения и рамки. – Понимаете, ну, с точки зрения церковной идеологии, человек должен всю свою жизнь посвящать задачи спасения души. То есть думать о мире горнем, а не о мире дольнем, и максимально ограничивать себя в том, что связано, так сказать, вот с телесным, да, с удовольствием земной жизни. Это должно быть везде и во всём. – Александра Леонидовна, а вот древнему человеку, вернее, запреты придумать – это одно, свести их в некий свод, в некую таблицу – это второе. А донести не все читать умели. Как доносили? – В проповеди. – То есть в храмах проповеди. – Да, да, конечно. И, собственно, понимаете, вот система исповеди, что это означает? То есть если ты признаёшься на исповеди в совершённом грехе, то, естественно, накладывается покаяние, то есть это сколько-то месяцев или лет в зависимости от продолжительности постной жизни, то есть ты питаешься как во время поста и, так сказать, там, отбиваешь поклоны, читаешь молитвы и так далее. То есть это всё была очень такая жёсткая и строгая система. Вот. Но, как я уже сказала, что русские люди всячески от этого уклонялись на исповеди, не признавались известные достаточно факты. Вот. И поэтому жёсткость церковных требований, вот эта вот исключительная, она, конечно, с реальной жизнью в московской Руси коррелировала достаточно слабо. Вот. А если мы с вами обратимся к культуре дома, до монгольской Руси... – Да, сравните. Найдите 10 отличий, друзья. – Ну, собственно, понятно, что там было тоже всё далеко не идеально с нашей точки зрения, но там было очень серьёзное отличие. В исповедниках, то есть в опросниках для исповеди Московской Руси был вопрос, который стоит в исповедниках только в женском роде. То есть этот грех, вот за женщиной он водился, а за мужчиной, стало быть, тогдашним он не водился. Ничего сексуального в этом грехе нет. Но в нём зато очень хорошо показана, выражаясь современным научным языком, гендерная стратификация. Вот, гендерная стратификация такова. Не помышляла ли от тоски покончить с собой? – Ого! – И если помышляла, то соответствующее... – Покайся, да. – А как вы это понимаете? – Дело в том, что культура Московской Руси подразумевала полную изоляцию женщин. То есть единственное место, куда могла пойти знатная женщина... Ну, крестьянке проще, на ней хозяйство, поэтому она много куда пойдёт. – Посвободнее. – Да. А чем знатнее женщина, тем с большей вероятностью она могла пойти только в церковь. Ей больше некуда было пойти. Я в связи с этим всегда цитирую горячо мною любимую Беллину Адюке. Она посвящена очень светским вещам. Она посвящена фэшн-шоу в Древней Руси, состязанию в фигольстве. – Ну, выдаёте. – Вот, это не я даю, это дают... – Вы переиначили этим очень симпатичным образом, так. – Это дают древнерусские сказители. Они очень подробно описывают, как два героя соревнуются на протяжении трёх лет, у кого наряд лучше. Но нам важно другое, что финальное дефиле этого шоу происходит в церкви. То есть собираются все в церковь посмотреть, какие же в последний день трёхлетнего состязания наряды наденут наши участники. – А, то есть это было на миру такое состязание. – Да, потому что церковь – это место, куда, так сказать, собираются все, собираются люди разных сословий, людей посмотреть, себя показать. И, в частности, наши церковники всячески негодовали на предмет того, что в церковь люди ходят абсолютно не ради, так сказать, духовных дел, а они ходят посмотреть на других и показать себя. – Как гайки-то закручивать начали? – Значит, гайки начали закручивать очень серьёзно, по милости Батыя, потому что как только у нас случились татары, то немедленно приход татар был воспринят как бич божий по грехам нашим, и, соответственно, это приводит к очень резкому возрастанию позиций церкви, причём не столько даже политическому, сколько идеологическому, потому что действительно бедствие страшное, плюс к тому именно монголы физически снесли во многом, так сказать, остатки языческих капищ, потому что капища не имели логичных укреплений, и если уж города не выдерживали монголы, то капища, конечно, просто были сметены, этого даже никто и не заметил. – Остаётся немного времени до финала вот этой второй части, но вопрос задать успею. Вы уже начали тему семьи, затронув женщину, которая, в отличие от крестьянки, я имею в виду горожанку, и, может быть, даже... – Боярню? – Да-да-да. Хочется почему-то сказать светскую лицу. Какая же она светская? Ей некуда было ходить, да? – Она не львица. – И львица, да. Не будите во мне зайца, как говорил наш историк, но не об этом речь. Я хочу спросить, что бы нас сегодня шокировало в устройстве семьи? Нас шокировало бы полное, абсолютное, категорическое бесправие женщины. То есть она не имела права выходить из своей светлицы. Она живёт в доме на втором этаже, и там проходит абсолютно вся её жизнь. Она никуда не выходит из стерема в принципе. Она не спускается на первый этаж. – Да, как прогулки, эмоцион, здоровое. – Вы просили вас шокировать? – Да, я уже, знаете, так цепляюсь, как «спасите меня». – Спасите меня, Александра Леонидовна. – Не помышляла ли от горя покончить с собою? – Принято считать, что у русского народа не было сексуальных традиций. О, нет, друзья мои, мы уже выясняем как минимум полчаса о том, что были и ещё какие. Вам и не снилось, как говорится. Сейчас остановились на семейных отношениях, в частности, на женщине. Александра Леонидовна сказала, что сидит в термине на втором этаже. Не Александра Леонидовна сама, а женщина Московской Руси. Никуда не выходит. И именно поэтому в опросниках для исповеди был вопрос, который был отрисован исключительно женщине. Не помышляла ли ты о самоубийстве от тоски? Всё правильно транслирую, да? Переводя на русский язык. Хорошо. Точнее, нет, всё плохо, конечно же. Я про многожёнство хотела ещё. Добейте меня. Нет, я не буду вас добивать. Многожёнство на Руси, безусловно, было, но это сугубо домонгольское явление, собственно, даже, видимо, скорее явление дохристианское, поскольку христианство, в общем, положило этому предел. Но мы сейчас просто закончим разговор о принципиальном отличии положения женщин в московской Руси, то есть после Игора и до монгольской. Потому что это абсолютно две разные гендерные картины. Итак, конечно, мы так и сравним, получается, эти две эпохи, так сказать, а этим интересно слушаем. Итак, от монгол, от татар-монгол мы заимствовали традицию запирания женщин. Причём, надо сказать, что на нравственности обычаи запирать женщин в теремах, вот так вот строго, он сказался крайне мало, потому что проблема лазанья к чужим жёнам вот на эти самые вторые этажи, в эти самые окна, эта проблема тоже освещена в вопросниках для исповеди. То есть с этим было всё в порядке. Ну, к прослушиванию пролог к опере римского Корского «Псковитянка», на мой взгляд, лучшее место в этой опере, потрясающий совершенно речитатив, который, вообще говоря, посвящён тому, как молодой Иван Грозный, ещё тогда не Грозный, залез в окно к боярине, в итоге у неё родилась дочь, который будет... Помните, мы перестали лазить к любимым женщинам на балкон, это не из того века, но очень подходит. Вот они, значит, вовсю лазили. То есть московская Русь, чем знатнее женщина, тем она бесправнее, муж её, разумеется, не любит, хотя если любовь случается, то, как уже было сказано, это всё категорически осуждается церковниками. То есть брак должен способствовать спасению души, любовной страсти в нём быть не должно. До монгольская Русь – это абсолютно другая картина, когда женщина обладает очень большой свободой. Если мы с вами берём берестяные грамоты, которые, как мы прекрасно знаем, лучше всего сохранились в Пскове-Новгороде, не потому что там народ был более грамотный, чем, скажем, в Киеве, а просто потому что там соответствующий химический состав почвы, а как вы понимаете, в Киевском перегное всё сгниёт очень-очень быстро. А вот в Новгороде, в Болотистой почве, оно, значит, там хранится. У нас известно достаточно большое количество, в принципе, грамотно описанных женщинами. То есть речь идёт о том, что в домонгольской Руси, если не каждая горожанка была грамотной, то, по крайней мере, процент грамотных женщин среди горожанок был чрезвычайно высок. Мы знаем, что их отношения были, отношения добрачные, достаточно свободными. И у нас, например, сохранилась грамота с любовным письмом. Причём девушка там пишет, ну, она укоряет своего возлюбленного, что он к ней не пришёл. В общем, такая ситуация. Как обычно. Ну, как укоряем, пилим мужиков. Это для нас с вами обычно. А 15-17 век, когда на своей темне... Вы же сказали, что до монгольской они были свободны. Да. Вот мостик и я перекинула сюда. Да, понимаете, для нас это обычно. А для 15-17 веков, что их светлицу в пору темницей называть. Ну, это да, да. Провал был, согласна. Поэтому, смотря для кого это обычно. Так вот, она его укоряет. И учёные отмечают, что грамота написана прекрасным слогом. Да, то есть девушка, безусловно, образована, девушка, безусловно, не рядовая. Ну, вот и в те времена были такие проблемы у девушки с хороших семей. Очень грустная история. Ну, вот ещё вот пару слов в эту свободу. Я читала о том, что действительно все эти и праздники, которые ещё не ушли в прошлое, да, Купала, да, Дух Земли и так далее. Вот с этой стороны. Это культура народная. О ней чуть-чуть попозже, с вашего позволения. А сейчас я хочу сказать, что мы знаем прекрасно, опять же, со школьной скамьи, как у нас Ярослав Мудрый выдавал своих дочерей замуж. Мы знаем, например, любовные стихи, посвящённые скандинавским конунгам его невесте, одной из дочерей Ярослава Мудрого. Вот, совершенно замечательные стихи. Вот, о том, что, кстати, она им пренебрегает. Вот так вот. То есть, понимаете, то есть, свобода женщин действительно была очень высокая. Мы знаем, как Анна Ярославовна была выдана замуж во Францию. Мы знаем, что она подписывалась, Анна Рейна, да, то есть, королева Анна. Рядом её в подписи её муж ставил крест, то есть, она грамотная, он не грамотный. Не очень. Ну, какой уж он. Если он даже имя под на лицо её написать не может, то он не очень, а он очень не... Немножко уважения. Вот. Когда он умер, между прочим, у неё случилась любовная история, довольно бурная, и, так сказать, там, ну, в общем, сложный был у неё последний этап её жизни. То есть, короче говоря, для неё действительно быть вот такой женщиной с активной жизненной позицией, с бурной личной жизнью, это было нормально. И действительно, учёные очень серьёзно отмечают, что в домонгольской Руси женщина обладала высокой личностной свободой. И за примером далеко ходить не надо, не дальше школьной программы, потому что мы все в школе проходили в том или ином, видимо, проходили Словополку Игореве, мы проходили Плач Ярославный, и Плач Ярославный абсолютно нормально воспринимался вот для тогдашнего времени. То есть, жена любит мужа, и она свои чувства к нему изливает таким вот очень красивым и воскохудожественным, воскокультурным образом. То есть, действительно, Иго принесло нам в частности то, что, в общем, уместно назвать закабалением женщины, и чем выше до Петровской Руси было положение женщины, тем хуже была её жизнь. Ну, царевна Софья вот попыталась как-то, так сказать, что-то вырвать для себя, но кончилось дело Новодевичьим монастырём. Дальше вы меня спросили про купалу и прочие народные традиции. Это другая совершенно история, потому что, как я уже сказала, крестьяне очень долго не венчались вообще. Да, я помню. То есть, их семья строилась на традициях, восходящих к язычеству. А там будет совершенно другое, потому что для крестьянина, в отличие от боярина, наличие у него не столько детей, сколько давайте брать внуков, потому что его же не дети кормить будут, когда у него дети, он ещё сам вполне дееспособен. Его будут кормить внуки, когда у него будут внуки, он уже не дееспособен. Так вот, наличие у него внуков – это его пенсионные накопления, говоря современным языком. Поэтому самое страшное, что может быть для женщины – это бездетность. И самое главное достоинство женщины – это способность родить. Поэтому у русских крестьян в глухих местах до конца XIX века сохранялось и празднество на Купалу, и на зимние вечера, когда, так сказать, парни с девушками много как играли, там были игры разной степени эротичности, непридечности. Дозволенности. Ну, дозволенность там всегда была такая, какой социум дозволяет, но степень эротичности бывала разной, степень, так сказать, непристойности бывала разной. Так вот, если в ходе всех этих игр девушка нагуивала себе приятно округлившийся животик, то в ряде случаев, вплоть до конца XIX века, её шансы на выход замуж повышались, потому что гарантированно она способна родить. Если известно, от кого у неё этот животик, она за него замуж и выйдет. А если неизвестно? А если неизвестно, ну так и что вы получаете первого ребёнка в семью? То есть не было принципиально, чтобы это был наш ребёнок, ваш ребёнок. Ну, скажем так, если неизвестно от кого, так и что ж тут? А вот я читала про традицию, когда ещё совсем молодых женили, и до того, как женщина, точнее ещё девочка созревала, то есть свекровь выполняла, вернее, тёща, получается, выполняла обязанности жены. Вы знаете, я не встречала подобное, мне это неизвестно. Про очень ранние браки, ну там, да, там фраза из монолога няни в Евгении Онегине, но вы знаете, в принципе, такие исключительно ранние браки, они не полезны, то есть они могут просто как раз-таки привести к тому, что будут крайне неудачные первые роды, или женщина умрёт, и поэтому преувеличивать не нужно, так сказать, распространение таких ранних браков. Тут любопытно другое. Тут любопытно, что традиционное русское отношение к браку народное, как я уже сказала, с одной стороны подразумевало крайнюю личностную свободу непросватанной девушке, то есть если она непросватана, она никому свою нравственность не должна. А, что хочу, то и делаю. Вот, что хочу, то и делаю. С кем хочу, с тем и делаю. Дальше выйду замуж за него или не за него, если нагуляю живот, то только быстрее замуж возьмут. Вот, то есть пока она не связана никакими обязательствами, её свобода близка к 100%. А, Александр Леонидов, во всём татары виноваты? Татары, татары очень во многом виноваты, поэтому, когда мне начинают говорить, знаете, сейчас это модная тема, да, что иго не было, я привожу чудовищный список провалов в культуре, которые нам устроила иго. Но вернёмся к народной культуре и к проблеме нравственности женщин. Итак, пока она никому не просватанная невеста, её свобода 100%, то есть близка к нашей с вами современной. Но когда она выходит замуж, то от неё народная культура требовала такой же стопроцентной верности. А по нашим с вами меркам верности процентов, это к на 500. Потому что вспоминайте грозу Островского. Ведь Катерина осознаёт тот факт, что она там целовалась за кустами с Борисом, я вас умоляю, там ничего, кроме поцелуев за кустами не было. Я уже сейчас стала скрести по сусекам, поняла, что сложно мне, кроме фразы «вот она, ваша Катерина», что-то мне сложно поднять это в память. Вот. Так вот, понимаете, её измена заключалась в том, что она влюбилась в другого, по ночам с ним целовалась. Всё. Так всегда. Вот. То есть её измена, в общем, даже физическая-то не была. Но она это осознаёт сама как чудовищный грех, и кто не возненавидел эту пьесу в школе, тот помнит, что она сама во всём признаётся мужу и свекрови. То есть, собственно, она могла бы поступить по-хитрому, смолчать, но она не в силах пережить свой страшный грех. Настолько это было сильно, да, вот в душе? Хотя с нашей с вами точки зрения, там, в общем-то, и до греха-то физического дела не дошло. Но я вам приведу другой пример. Высоцкий поёт песню, письмо на выставку «Ответ на письмо», действие происходит в советском колхозе 70-х годов 20-го века. «С агрономом я прошлась, только ты не думай, говорили мы весь час токи про тебя», поёт Высоцкий. Понимаете, то есть сам факт разговора с глазу на глаз с другим мужчиной потенциально воспринимался даже в 70-е годы 20-го века, как супружеское. Ну, неизменно, неизменно, но вот надо каяться мужу. Межгендерные отношения в Древней Руси. Поделили мы и сравниваем две чаши весов до монгольской эпохи и после монгольской эпохи. Буквально несколько минут назад говорили о свободе девушки, не сосватанной, и о том, что она, в принципе, была... Ну, вот что хочу, то и ворочу. Как только выходила замуж, всё, 500% верность. Александра Леонидовна... Я права? Да, всё так. Верно поняла? Всё так. И я здесь сразу хочу заметить, что это ответ на вопрос из школьного сочинения, но только он ответ 18+, конечно, поэтому он не школьный ответ на вопрос. Да вы не беспокойтесь. Насчёт Татьяны русской душою. Потому что Татьяна русской душой отнюдь не потому, что она любит природу. Как ведёт себя Татьяна? Она девушка никому не просватанная. Она увидела мужчину, он ей понравился. Что она сделала? Она призналась ему в любви. Сама первая. То есть она ведёт себя как деревенщина. Речь про Татьяну Ларину из Евгения Онегина и Александра Сергеевича Пушкина. Сноска. Значит, но при этом Татьяна же девушка знатная. А идеал знатной женщины в 19 веке – это идеал французский. Неприступность или что? А французский идеал, между прочим, сформулирован рыцарским романом. А рыцарский роман восходит к кельтской мифологии и так далее. И что нам даёт идеал? И тут, так сказать, и христианский слой, но идеал, восходящий к рыцарскому роману. Что девушка должна быть абсолютно чиста, не только телесно, но и душевно. То есть у неё до брака никаких отношений быть ни с кем не должно. Но, а вот когда она становится светской дамой, выходя замуж, то у неё должен быть изящный адюльтер. Да, но не как у Анны Каридина, а как у Бетчи Щербанской, понимаете? Вот. И что мы видим у Пушкина? Пока Татьяна, девушка, она ведёт себя как крестьянка, на что ей указывает Онегин. И нужно быть очень, ну как сказать, неопытной школьницей, чтобы сказать об Онегине что-то дурное. Потому что он ведёт себя исключительно благородно. Она рискнула своей репутацией. Он ей сказал, не всякий вас, как я, поймёт, к беде неопытность ведёт. То есть он её всячески оберёг от её собственной наивности. Притормози, подруга. Вот. Больше того, он потом перестал бывать у Лариных, чтобы не компрометировать Татьяну. То есть он повёл себя как светский человек исключительно благородно. Но не любит он её, но чтобы пристали. Так вот. А когда она выходит замуж, то он от неё ждёт поведение светской женщины, которая заведёт любовника. А она снова ведёт себя как крестьянка, демонстрируя ту самую стопроцентную верность мужу. Пятисотпроцентную, что максимум только она может с ним поговорить. И когда она говорит, я вас люблю, к чему лукавить, то у Онегина, у него ведь не там, я не знаю, там ни трагедии, там ни разочарования, ни боль, ни что-то. У него шок. Он как будто громом поражён. Потому что она поступает снова, вопреки всем законам цвета, она поступает снова как простая людинка. У него конфликт кодировок происходит. И при этом она его не очаровывает вот этим разрывом шаблонов, а он не понимает. Но я время тороплю, выражаясь пушкинским слогом, и хочу вас вернуть к другому союзу. Пётр и Феврония Муромские. Мы же сейчас понимаем, что не за горами февраль, и снова начнётся, что, мол, из Иди, День Святого Валентина, есть у нас свой праздник. Но не про Святого Валентина я сейчас хочу. Я хочу, чтобы вы нам рассказали, кто это такие. Значит, история с повестью Петре и Февронии очень сложная, потому что эта книга, эта повесть была не воспринята ни современниками, ни потомками. Прежде всего, Ермолай Эразм писал это как житие. Писал он это для главного тогдашнего сбора душеполезного чтения, великих минеечетий, и приёмной, так сказать, комиссией того времени, 16 века, это было отвергнуто из-за обилия языческих народных элементов. Язычества, на самом деле, там нету ни капли, хотя народной культуры там действительно довольно много. С чем это связано? Надо понимать, что языческих элементов, именно не языческого происхождения, а вот с как бы языческим наполнением, там нет и быть не может по той причине, что этот текст был написан христианином и написан в качестве жития. То есть, извините, вероисповедание не совпадает. А вот это житие, как это понятие, как роман? Житие – это, собственно, рассказ о жизни святого, и самое главное назначение чтения жития – это очищать свою душу от грехов, так сказать. То есть, когда он о них писал, они уже были святыми? Да, 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 конечно. Так вот, дело в том, что тот же Ермолай Разм написал очень серьёзный трактат, посвящённый законам правления, и он там писал, что бояре, конечно, это очень важное сословие, но не менее важное сословие – это крестьянство. А почему крестьянство? Потому что крестьяне выращивают хлеб, и для нас с вами это, так сказать, то, что хлеб – основа жизни. На самом деле, для христианина хлеб – это в первую очередь не то, что мы едим, а то, что в ходе соответствующих ритуалов, в ходе Евхаристии превращается в плоть Христову. То есть это то, что даёт, собственно, приближение человека к Богу. И логика Ермолая и Разма была абсолютно чуждой для всех, и нам сейчас, в общем-то, тоже. То есть это логика, по которой раз хлеб способен быть притворён в плоть Христову, то хлеб сам по себе, так сказать, несёт некую категорию святости. Крестьяне выращивают хлеб, следовательно, всё крестьянское близко к Богу. И вот с такой очень хитрой логикой он наполняет свою повесть о Петре и Февронии многочисленными народными приметами и, так сказать, элементами фольклора. И поэтому то, что для него Феврония – крестьянка, это никакая не демократичность, а это чисто христианская трактовка образа. Она ближе к Богу. Да, и на этом фоне вот сейчас, когда нам ввели День ромашки, то под День ромашки регулярно в интернете появляется один и тот же текст, его репостят, я его очень хорошо знаю. Текст, написанный человеком, который с современных позиций, я подчёркиваю, современных атеистических позиций, прочёл повесть о Петре и Февронии и увидел в Февронии такую отъявленную карьеристку. То есть она крестьянка, она хочет стать княгиней, она действует шантажом, потому что, когда Пётр был, так сказать, ранен в сражении со змеем, его тело покрылось струпами, она поставила условие, я его вылечу, но он должен на мне жениться, подозревая, что он не сдерживает слово, она ему не помазала один струп, он действительно нарушил слово, тело его снова покрылось язвами, и тогда уже, так сказать, вот окончательно она его излечивает, став княгиней. И дальше она всеми силами держится за то, чтобы остаться княгиней. А как правильно тогда рассудить её? Вот. С точки зрения современного человека это отъявленный карьеризм. На самом деле Феврония это человек, который думает не о земном, а о небесном. И первое и главное, о чём она думает, о спасении души Петра. Она знает, что она может его спасти от, так сказать, всевозможных мирских страстей. И она берёт на себя вот эту вот духовную миссию, и для этого она должна быть его женой. То есть её стремление оказаться княгиней во что бы то ни стало, пусть и вопреки желаниям самого Петра, это забота о его душе. То есть продиктована тем, что она должна быть рядом с ним, чтобы как-то помогать им, контролировать, в блуд не пускать. И не только в блуд. Обеспеченного мужчину-то. Вот, понимаете, то есть именно чтобы спасать его душу. Понятно. Вот такая там будет логика. И поэтому для меня очень важный эпизод там, когда она благословляет два прутика, когда они в изгнании, значит, уходят, да, и там готовят на костре еду, и прутики, на которые вешался котёл, она благословляет, и они превращаются в цветущие деревья. Обычно говорят, вот этот эпизод, взятый из романа Отрестания и Изольди, да, прекрасная, значит, западноевропейская повесть. И на этом основании хотят видеть в повести о Петре и Февронии отражение любви мужчины и женщины. Но, простите, о любви мужчины и женщины никакой речи там в принципе не идёт. Феврония не любит его как мужчину. Этой категории там вообще нету. Их отношения, это вот та самая асексуальная супружеская пара, кстати, они бездетны. Вот, то есть это полная асексуальность, это полная подчинённость служению Богу, это полная подчинённость заботе о спасении своей души и души, соответственно, вот мужа, о котором она заботится. Формально черты из Тристана и Изольди действительно перенесены, это действительно факт заимствования. Но вегетарианский шашлык, да, вот есть такой прекрасный термин. Но вы даёте. Это просто полностью форма остаётся как бы внешне та же, но содержание переделано на 180 градусов. Как вы считаете, этот праздник, эта пара, она способна символизировать для нас, современных людей, сегодня вот нечто семейное? Вы знаете, как вам сказать, если бы нам объясняли значение повести, наверное, всё-таки было бы лучше, потому что то, в каких формах это есть сейчас, это или просто, ну так, знаете, праздник Древней Руси, да, то есть какая-то древнерусская пара, какие-то муж и жена, какие-то князь и княгини не читали подробности. В таком виде это более безобидно, потому что когда современный атеист начинает трактовать эту повесть, то получается хуже, чем если бы её не было. Вот, друзья мои, поэтому, если вы даже не в Москве, я вас всех призываю найти в интернете лекции, Александра Леонидовна, и очень много узнаете. Спасибо вам огромное, кандидат филологических наук, культуролог Александра Баркова.